МЦД-3 На заседании Совета депутатов также обсудили ремонт дорог на территориях, недавно вошедших в состав округа, а именно в деревне Кутузовская. Для этого область передала муниципалитету специальный материал – асфальтобетонную крошку. Там большое количество грунтовых дорог, ремонт которых отсутствляется с помощью муниципалитетной крошки. Еще один вопрос, который рассмотрели парламентарии – передача в муниципальную собственность нескольких единиц спецтехники из Солнечногорска. Четыре трактора и четыре полуприцепа цистерны передали округу на безвозмездной основе. Как говорится, готовь сани летом, поэтому готовы оказывать свою помощь, содействие в том, чтобы наша коммунальная служба максимально подготовилась к осенне-зимнему периоду. Наряду с вопросами, влияющими на развитие города, Совет депутатов рассмотрел и частное обращение граждан. Парламентарии приняли единогласное решение оказать материальную поддержку жителю округа для лечения ребенка в Пензенском реабилитационном центре. Ребенок в лечебно-оздоровительном центре Адриклец находится уже в пятый раз. Он не дается в 20-м году в Адриклец. По итогам проведения реабилитационных реабилитаций мы и предположим в Депутат. Кто за принятие данного решения, прошу голосовать. Традиционно на заседании Совета депутатов обсудили и утвердили бюджет на 2023 год, а также на плановый период 2024 и 2025 годов. Итог еженедельной встречи председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подвел поздравлениями с прошедшими днями рождения. Сергей Малиновский вручил коллегам-парламентариям благодарственные письма за плодотворную работу. Пожелал продолжать в том же духе и отметил, что главная похвала и лучший результат работы для депутата – благодарные жители.